Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И виноделю зовут меня Светлана. Я была по образованию виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Периодически вы задаете вопросы, нужно ли вино как-то дополнительно обрабатывать перед розливым и хранением. Надо ли его спиртовать, надо ли добавлять серу. Ведь без этого оно не хранится. Из каждого утюга мы слышим, что вино может храниться только в подвале, только при 10 градусах. Все эти вопросы мы с вами сегодня разберем и поговорим об особенностях хранения вина в домашних и даже не просто в домашних, а в квартирных условиях. Прежде чем мы приступим к основной теме нашего сегодняшнего разговора, нам нужно четко понимать, что мы с вами подразумеваем под термином хранения и сохранность вина. Сохранность от чего? От бактериальной порчи, либо сохранность вина в лучшем виде? Сразу вам показываю пример. Здесь налито не то, что на этикетке. Когда-то несколько лет назад нас угостили вино. Сейчас сразу показываю бутылки. Видите, что стало с бутылкой? Она стала коричневой. Это красящие вещества из вина. Осели на стенках емкости. Сейчас я налью в бокал, чтобы было лучше видно и понятнее, о чем я говорю. Когда-то это было красное вино. Что мы видим сейчас? Сейчас я еще фонарик возьму, чтобы было лучше видно. Ну, смотрите. Очень похоже на ту жидкость, да, которая подписана эта бутылка. То есть цвет стал коньячный, коричневый. Хотя когда-то это было красное вино. Но оно уже потеряло все свои свойства. Оно потеряло цвет, оно окислилось. Оно потеряло свой аромат. Но, кстати, вот это, я вам честно скажу, даже не самый худший вариант. Да, оно окислилось. Здесь четкий такой окисленный модернный тон. Не знаю, хочу ли я это попробовать, да. Но по запаху, в общем-то, вполне. И я видела худшие варианты. Когда-то с отдыха знакомые привозили. Там было примерно что-то такое. Только еще более светленькое тоже, вот желтенькое. И это было уже вообще ничто. Просто спиртосодержащая жидкость. Без какого-либо вкуса и аромата. Ну, здесь запах такой интересный, модернный. Но все равно, вот это вино, оно отжило свое. К чему я привела вам этот пример? Пару месяцев назад тоже был ролик о хранении домашних вин. Ну, там я больше показывала на наших примерах. Их тоже люди говорили о том, что, ой, да у нас там все хранится. Опять же, как хранится? Поймите, оно не испортилось. Оно не превратилось в уксус. Да, оно прозрачное. Здесь не поселились плохие микроорганизмы. Не разрушили спирт. Но все его лучшие качества потерялись. Так вот, то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, и то, что мы подразумеваем в нашем сегодняшнем разговоре под словом сохранность, это сохранность вина в лучшем его виде, чтобы у него сохранился цвет, аромат, ну и разумеется, чтобы оно не заболело какими-то болезнями. Факторов, влияющих на сохранность вина, на самом деле очень много. Но есть один самый-самый важный. Это то, как вино было сделано. Потому что если оно сделано с нарушением правил, даже самых базовых, если оно сделано из плохого сырья, из подгнившего сырья, из недозревшего сырья, с добавлением воды, сахара, вообще без понимания процессов, то никакой сохранности речи не идет. Вот такой вариант, это его лучший путь. И оно к такому состоянию придет достаточно быстро. Ну а худше это к этому всему добавится бактериальная порча. Поэтому для таких вин, ну, говорить о сохранности, даже не имеет особого смысла. Если же вино было сделано все-таки нормальных ягод, соблюдением даже самых-самых базовых правил, тогда уже имеет смысл рассматривать различные факторы, которые будут влиять на его хранение и на его сохранность. И еще, прежде чем я начну перечислять конкретные факторы, которые будут влиять на сохранность вина, и в принципе то, что, наверное, следовало сказать с самого начала, когда мы говорим о домашнем и о квартирном хранении, то мы с вами четко понимаем, что речь идет не о десятилетиях. Те объемы, как вина, которые мы делаем в таких условиях, это объемы небольшие, и они не предполагают хранение много-много лет. Но небольшой промежуток, год-два, может быть и три, вполне может сохраниться. А теперь переходим к конкретным факторам. Ну и теперь мы переходим к конкретным факторам, которые будут влиять на хранение и сохранность вина. В общем-то, первое самое важное мы уже назвали. Отсюда частично вытекает следующее. Химический состав вот этого самого вина. И первый пункт в этом подразделе – это содержание спирта. Чем выше содержание спирта, тем вино будет сохраннее, но от бактериальной порчи. Вот от этого окисления спирт не спасет. Спирт может спасти только от бактериальной порчи. И то на самом деле не всегда. Я сейчас читаю потрясающую книжку на английском языке «Wine Science. Винная наука». И вот как раз тема порчи вина. Может быть, как-нибудь выпустим отдельный ролик по этой теме. Так вот там указываются бактерии, которые даже в бренде живут. И вполне себя там прекрасно чувствуют. Поэтому, да, конечно, чем спирт выше, тем сохранность выше. Но это не панацея. Следующий пункт – содержание сахара. Во многих роликах я это повторяю. Сахар – это еда. Еда не только для дрожжей, но и для многих других микроорганизмов, которые живут в сусли и вине. Бывает, что некоторые считают, что сахар – это консервант. Да, это действительно так, но только в определенных пропорциях и достаточно больших. Есть такое правило Делли, которое говорит о том, что для сохранности вина нужно 80 консервирующих единиц. При этом 1% сахара – это 1 консервирующая единица. 1% спирта – это 4 консервирующих единицы. Ну и при этом вот в сладкие вина часто бывают 16 сахара, 16 спирта. Вот там соблюдается правило Делли. Но очень важно, это правило работает не всегда. Да, такие вина могут сохраняться лучше, но могут и не сохраняться. Особенно вспоминаем самый-самый первый пункт. В зависимости от того, как оно было сделано. И опять же, возвращаясь к сахару. Если его много, если спирта много, то да, там есть определенный консервирующий эффект. Но если мы его не достигли, если сахара меньше, то воспользоваться этим сахаром может кто угодно. А поверьте, что в вине жрунов вот этого самого сахара достаточно много. И они очень сильно могут подпортить вам жизнь. Поэтому сахар – это не всегда хорошо и даже скорее нехорошо. Да, сладкие, крепкие вина хорошо хранятся, но если мы говорим о винах с чуть меньшим содержанием сахара, то лучше будут сохраняться сухие вина, потому что там сахара нету. И вот всем этим нехорошим зверям кушать нечего. Следующее – это содержание других элементов вина. Например, ионов металлов. Есть железо – плохо. Получаем железный касс, вино может почернеть. Есть медь – это тоже плохо. Можем получить медный касс. Уже в закрытых бутылках медный оттенок. То есть ионы металлов, они могут вызывать химическую порчу вина, в том числе вот. Вот это вот химическое старение, назовем так, умирание вина. Ну, а там даже может быть порча, то есть здесь оно хотя бы прозрачно имеет запах, а там оно и мутно может становиться. Ну, и черный цвет для вина тоже самое. Вы понимаете, что не очень хорошо по этому содержанию металлов. Оно очень важно. Как может получаться? Это в процессе приготовления, контакт с металлическими предметами, ну, именно с железом. Медь – это может быть обработка медным купоросом, в том числе ягод. Вот потом эта медь попадает в вино и может тоже испортить нам жизнь. Ну, в принципе, опять же, все это касается пункта первого, то, как вино было сделано, да, и то, из какого сырья оно было сделано. Следующее – это содержание кислот, а точнее показатель pH. Вот это, пожалуй, самый-самый важный показатель, который влияет на огромное количество процессов. И здесь есть такая волшебная цифра – 3,5. Вот pH 3,5 – это пограничный pH для жизни многих микроорганизмов. Если вот он 3,5 и ниже, то многие вот эти зверята, которые портят вино, они не будут развиваться там. А если pH выше, вот тогда для них праздник, для них хорошо, кислоты мало, и они там уже устраивают, что хотят. Кроме того, pH-фактор будет влиять на процессы окисления. Чем он выше, тем процессы окисления будут идти быстрее. Поэтому этот показатель очень важный, и за ним надо следить. Ну, а теперь переходим к физическим факторам, которые влияют на сохранность вина. Их, в общем-то, два, хотя кто-то может называть три. Первое – это температура, второе – это солнечный свет, и третьим называют вибрацию. Но вот книжка, которую я сейчас читаю, я уже упоминала о ней, потрясающий вообще труд, очень много интересной информации, труд такой фундаментальный, много ссылок на другие научные источники, причем достаточно свежие. Так вот там говорится о том, что не доказано влияние вибраций на порчу вина. Может на осветление, на какие-то там, если какие-то осадочки выпадают, и вино вибрирует, ну, оно может немножко взмучиваться. Но на другие виды порчи влияние вибраций не доказано. Теперь разговариваем про температуру. Температура – очень важный фактор, влияющий на хранение вина. Помним, я вначале рассказывала, что вот только погреб, только температура 10 градусов, но на самом деле не только. Смотрите, температура на что влияет? Она влияет на скорость химических реакций. Чем она выше, тем скорость этих самых реакций выше. Но это не всегда нам в минус. Иногда нам это в плюс. Во-первых, помним, что мы не собираемся хранить вино десятилетиями. Мы все-таки планируем его потребить в течение ближайших пару лет. Поэтому для нас это не столь существенно и не столь важно. И еще один момент. Но я вам сейчас покажу на схемах. Смотрите, вторая табличка. Это у нас гексилоцетат. Гексилоцетат у нас дает, я просто для себя перевожу эту книжку, сладкий фруктовый груша, ананас, яблоко. Тоже мы видим, что со временем содержание его падает. И в зависимости от разных температур, опять же, вот 0 градусов падение. Меньше при 10. Чуть больше, ну и так далее. Но опять же мы смотрим, сколько месяцев мы будем хранить. 24, ну да, видите, тут важна температура. Но если мы будем хранить вот примерно в районе месяцев 6, да, он немножко упадет, но это не такие уже большие падения. То есть да, действительно аромат теряется со временем. Более того, вот здесь есть другие таблички, это уже плохие запахи будут расти выше при более повышенных температурах. Но мы же смотрим на наши условия, в первую очередь, и наши возможности. При этом, опять же, возвращаясь вот к этой картинке, к изомилуцетату, да, мы понимаем, что здесь температура и время может сыграть нам на пользу. Брать ацетон, точнее, лак для ногтей, да, сделать наше вино приятным и фруктовым. Поэтому, да, температура важна. Но если нам надо хранить недолго, у нас нет других возможностей, то мы спокойно храним в квартире, и все с нашими винами будет хорошо. И приведу вам такой пример. Даже руководство действует. Погуляйте по магазинам, особенно масс-маркетам. Посмотрите, что стоит там на витринах и каких годов розлива. И это вполне нормальная вина. И они вполне сохранились. Они стоят в магазинах, на полках, особенно вина такие подороже, и год, и два, и три. И вполне себе могут нормально сохраняться. Да, конечно, они бы в полугребе пролежали дольше. Но еще раз повторяю, если у нас нет других возможностей. И важно для домашних, квартирных условий, просто чтобы температура была более-менее постоянной, без перепадов. Настолько, насколько это возможно. Последний физический фактор – это солнечный свет. Вино света боится. Не то, чтобы боится, но свет ускоряет реакцию восстановления. Под воздействием солнечного света может образовываться сероводород. И даже у игристых вин есть такой термин «световой удар». Вот там как раз-таки может образовываться это сероводород, и вкус напитка может портиться. Тем не менее, мы можем этот фактор немножко под свои нужды, скажем так, подстроить. Несколько месяцев назад я рассказывала про такой прием, как ускорение созревания белых вин. Информация эта была мной взята из учебника Риберога ион «Теория и практика виноделия». Правда, не скажу ни какой том, ни в каком разделе. Перерывать все это у меня нет времени. А в своих записях я нашла, что два месяца зимой на солнечном свете в белых винах, ну, скажем так, ускоряет, да, и за это время вино проходит путь рано нескольким годам. Поэтому этим мы можем воспользоваться, если нам это нужно. Но прежде чем идти и пользоваться, попробуйте на одном бутылке. Посмотрите, потому что вот в некоторых случаях там может образовываться сероводород, могут образовываться неприятные вещества. А в некоторых же случаях мы просто ускоряем реакцию восстановления. Вино быстрее зреет. Да, оно быстрее стареет, но если мы в нужный момент его попробуем, то все может быть нормально, и мы будем понимать потенциал развития этого вина. То есть можно это обернуть в свою сторону, но аккуратно. Теперь переходим к вопросу, надо ли какие-то делать дополнительные действия для того, чтобы ваше вино сохранилось. Анализируем, что вы делали с вашим вином, как вы его готовили, и исходя из этого принимаем решение. Нужны какие-то вмешательства или не нужны. Самое простое, самое первое. Если есть остаточный сахар, в любом случае надо вино как-то стабилизировать. Стабилизировать его химически, стерильной фильтрацией, либо пастеризацией, это вы уже сами выбираете, исходя из ваших возможностей. Дальше, нужно ли подспиртовывать? Опять же, вы смотрите сами. Если у вас вино получилось совсем низким спиртом, и вам может быть даже его не хватает, можно немножко подспиртовать. Если оно в принципе получилось низким спиртом, и вы боитесь, что оно испортится, и где-то вы не совсем что-то соблюли, да, тоже можно подспиртовать. Насколько вы решаете сами? Может, вы любите крепкие такие вот, чтобы чувствовался спирт в вине. Можно вообще до 40 градусов подспиртовать, только это уже будет не вино, да, а такой спиртосодержащий виновый напиток. Тут смотрите сами. Я, например, категорически не переношу вкусы спирта в вине. Вот для меня это неприемлемо, поэтому я не люблю крепкие вина. Мне это невкусно, мне это неприятно. Даже советское шампанское, белорусское, после второго глотка, третьего для меня разделяется на нечто ароматическое и спирт. Все, ну, это неприемлемо. Мне это невкусно, неприятно. Для кого-то это может быть абсолютно нормальным, к тому же вино может быть сделано таким образом, что не сильно там этот спирт будет выпирать. Тут вы решаете сами. Сколько именно добавлять вот здесь? Вам подсказка, сколько надо добавлять водки либо определенного процента спирта для поднятия на 1 градус. А уже дальше на ваши объемы и на ваш процент поднятия спирта вы рассчитываете сами. И опять же решение, добавлять либо не добавлять, вы тоже принимаете самостоятельно. А касательно добавления серы, надо или не надо? Тоже личное дело каждого. Тут я бы на что советовала опираться. Если вы делали вино с соблюдением технологии, с хорошей ягодой, у вас там хороший ПАЖ, и все нормально, я бы ничего не добавляла. И в принципе мы в свои вина не добавляем абсолютно ничего. Но если где-то мы могли чем-то пренебречь, если у нас высокий ПАЖ, и мы понимаем, что нашему вину мы бы хотели, чтобы оно полежало, к примеру, до следующего Нового года, туда имеет смысл серы добавить. Если добавлять серу, то сколько? Тут я вам честно не подскажу, потому что я с серой не работаю вообще. Я ее использую только где-то для мытья посуды. Но та информация, которой я обладаю, виноделы, которые делают органические вина, биодинамические, они добавляют перед розливом от 25 до 50 миллиграмм серы на литр вина. В конвенциональных винах допуск больше, если мне не изменяет память, 150-200 миллиграмм на литр, но это общее содержание серы при розливе. А сколько добавлять решайте сами, но я бы, конечно, руководствовалась нижним порогом. И опять же, только тогда, когда это действительно необходимо. И, например, если ПАЖ слишком высокий, конечно, имело смысл подумать о нем раньше. Но не подумали, так случилось, так сложилось, тем более, что в процессе виноделия этот показатель повышается. Можно попробовать добавить винную кислоту, чтобы его опустить до тех же 3,5, а в идеале 3,45, тогда было бы хорошо. Но вы смотрите, что у вас есть в доступе и такие меры применяйте. Нужно ли применять пастеризацию? Имеет ли в этом смысл? Имеет смысл применять пастеризацию, когда мы увидели, что вино имеет первые признаки какой-то порчи. Пошло помутнение, пошли чуть какие-то запахи, появились пленки. Бывает, даже запаха никакого нет, но пошла белая пленка по вину. Да, тогда есть смысл применить пастеризацию, потому что это точно всех этих бяк, которые в вине живут, убьет. Но если с вином все в порядке, то смысла применения этого процесса нет. То еще, когда имеет смысл его применять, это если у нас вино с остаточным сахаром, ну, как наиболее простой и опять же надежный процесс. Ну, тут вы решайте сами, да, какая стабилизация вам в данном случае будет ближе, химическое что-то добавлять, либо пастеризовать. Тоже выбор за вами. И еще раз повторю, что делать что-то, не делать, добавлять или не добавлять, вы решаете сами. Я за вас это решение не приму, потому что я не знала, как вы вину делали, я не знала, сколько вы будете хранить, и вообще не знала состояние вашего вина. Поэтому берем, анализируем, смотрим, что и как мы делали, и принимаем это решение. Мы со своей стороны ничего со своими винами не делаем. Побродили, прошли все процессы, в бутылки разлили, горизонтально положили, и все. И да, сейчас у нас уже есть возможность подвального хранения, хранения при более низких температурах, но было время, когда мы хранили вино вот в этой квартире, даже прямо в этой комнате, и прекрасно оно сохраняло абсолютно все свои свойства. Потому что повторю еще раз, что самый важный фактор, это то, как вы вино делали, как вы соблюдали все процессы. Но, чтобы вас не огорчать, иногда бывает такое, что вроде вы все делали правильно, вроде все было хорошо, вроде все соблюдали, но вино начало портиться. Да, к сожалению, это бывает со всеми. И если бы все было так замечательно, то мы бы не читали в книжках о болезнях вина. Мы понимаем, что книжки пишут ученые, которые непосредственно работают с вином, которые с вином работают очень много и соблюдают много-много всего. Но, тем не менее, и там иногда бывают заболевания, и бывает, что что-то пошло не так. Да, это бывает достаточно редко. Вам, я желаю, никогда с этим не сталкиваться. Пусть ваши вины хорошо хранятся, вас только радуют. Но при этом помним, что самый главный фактор хранения вашего вина – это вы. И, как бы не хорошо было хранить вино в подвалах, но если нет такой возможности, то вполне можете хранить в городских квартирах, даже без всяких обработок, и все с вашими винами будет хорошо. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. До новых встреч!